итак уважаемые господа это youtube канал жирный голубь и вот у нас обновилась не прошивка то есть версия миуи миуи такого вот уже 10 да и все стало через какую-то задницу если честно да вот вместо нормального интерфейса человеческого смотрите во первых что здесь происходит видите все значки стали как-то воплостили то есть они все цветастые на себя на друг друга не похожи все в разнобойку короче мне это все категорически не нравится вот видите чё бардак полнейший бардак то есть раньше все значки были круглые а теперь они черт знает какие все все разные притом вот видите сообщение вот проводник телеграм вконтакте все это не сходится совершенно и по стилю не по цветам не почему да даже системные видите посмотрите системные значочки тоже ничего не сходится ни почему вот собственно видите они хотя бы круглые внезапно а потом вдруг погода не круглая это тоже системная штука были ну вот калькулятор видите все нет единого стиля это полный бардак здесь вот но это еще и не страшно самое страшное что изменилось вместо единых значков это смотрите здесь чего есть вот это вот хрень вот это вот вся хрень она вообще с какой-то 2 прозрачности вообще она левая штука на вот видите она все закрывает все ведь какую муть нагоняет вот вот так что это вообще это жуть и кошмар вот мало того наверху вот эти видите вот эта панелька наверху видите вот это с процентами это теперь не настраиваем вещь процент вот это видите уровень сигнала те не настраивается то есть вообще настройка этого нету да ты не ты раньше мог выбрать с процентами тебя показывать аккумулятор или как а теперь все теперь уже выбора нету театр только такой вот вот видите вот здесь конечно стало больше пунктов меню теперь вот этот вторая категория пилос раньше было так вот это одна да а теперь появилась стараешься все сразу показывает да а раньше ты мог убирать кучу через сортировку что где оставить вот так что все стало по моему хуже но теперь можно синхронизацию по-быстрому отключайтесь на те не нужно вот это единственный плюс этого всего бардака вот так же поломали совершенно настройку яркости экрана автоматическую вот автояркость то есть раньше ты мог выбирать минимальный уровень яркости то есть крутя уровень яркости вот так вот крутя его ты мог выбирать какой уровень будут тебя минимальным да вот в самое темное время то есть самый темный жопе у тебя был бы одинаковый уровень экран уровень яркости экраны разные от вот этой настройке он зависел да а теперь фиг это там вот чем я могу сказать теперь господа элитные в минимальный уровень яркости не выбирается он действительно минимальный То есть уровень яркости всегда заблокирован на 50%. Минимальный, да. Как бы было при настройке 50%. То есть это не настраивается теперь. И соответственно ты не сможешь настроить так, чтобы у тебя в темноте уровень яркости был, который тебе нравится. Всё сделано так, как нравится настройщикам. То есть он залочен. И это очень грустно. Вот, что можно сказать. Да, эти плавные анимации, это всё такое. Но это ж некрасиво, блин. Ну что это за такое жуткое на фоне размытие. За которым нифига не видно. Хотя по сути за вот этим размытием та же обоина находится, что и обычная. Дефолтная тема. Это дефолтная тема десятки. Её пришлось ставить отдельно. Теперь, кстати, из недостатков, смотрите, господа. Ты не можешь ставить обои совершенно сам. Смотрите, давайте обои перейдём. Короче, и поддержка установки обоев у тебя уже нет. Ты не можешь ставить обои, ну никак. Никак. Это тема. Вот это тема, я объясняю. Вот в этом всё прикол. Что вот эта тема, вот эта хрень не грузистая, где должны быть обои. Вообще она не работает. Вот. Вот. Ты должен идти сюда и ставить именно темы. Вот. Я поставил дефолтную тему. Короче, нашёл тему от MIUI 10. Короче, от самих... MI этих. MI этих. Да, вот. Нашёл тему, короче, и поставил. Вот. Потому что теперь ты не можешь ставить обои. Теперь, после 10 вот этой версии, да, принимаются только темы. Это фиговенько. Фиговенько даже очень, я бы сказал. Смотрите, господа, ещё в чём прикол. Вот. Десятые. Тут всё тоже переработали. Теперь ты не можешь выкидывать вверх, как ты привык, да? Вверх это всё прокрутка, да? Вот. И приложение из приложения ты не можешь закрыть. Ты должен сюда прийти и выкинуть влево. Это какая-то дичь для меня. Я пока не привык. Я кто-то едва привык вот к этой вот, к этому, к старому интерфейсу. А теперь меня пытаются приучить к новому, да? Вот. Вообще офигели, да? Вот. Он сделан, конечно, я знаю, почему под вот этот вот новый Android, да? Он сделан, собственно, этот интерфейс под вот такой вот стиль, да? Он пытается быть сделан, да? Собственно. Вот. Вот. Но... Ну, что вы хотите? Вот. Что вы хотите? Я такого не хочу. Если вы такого хотите, я такого не хочу, если честно, да? Вот. Что дальше-то? А дальше, в общем-то, всё обычно работает, только все настройки программы, они просто сбросились. Вот к чему это привело. Мне это тоже не нравится. Пришлось заново настраивать весь системный софт. Но я понимаю, по-другому бы не обновилось, собственно. Ни капли вот не обновилось бы. И это, конечно, плохо. Так. Ещё по недостаткам. Прямо недостатки сейчас найдём. Испортились совсем часы. Тут были крутые вот такие часики. Вот на этом месте. Вот. Вот на этом прям месте. Вот на этом прям месте были крутые такие часики. А теперь вот, видите, бузильников не поставлено пока. Интерфейс не настраивается, он только чёрный. А раньше был белый. И тут вот в этом месте были крутые такие часики. Они такие круглые были. Вообще стильные. А теперь их нету. Вот. Это грустно. Это полнейшая херня произошла какая-то. Вообще дикая дичь. Вот. И мне это нифига не нравится. Вот. Что там дальше? Что там дальше, собственно? Вот. Дальше у нас всё-таки достоинства. Расскажу про достоинства. Смотря на то, что всё испортилось, видите, вот эти папки. Папки вот эти верхние, вот, что я показывал. Вот. Они даже вот с дачки вот не входят, как будто бы у них не в тему они. Видите, бардак с значками полнейший. Они все разные. Это как в говняном Рипле, да, где всё через жопу теперь. Вот. Потому что проклятие Стива Джобса, оно работает до сих пор, да? Проклятие Стива Джобса, знаете про него? Он из Ксерокса, когда своровал графический интерфейс в 73-м году, вот, для своего компьютера, Apple 2, короче, да? Когда он для него своровал графический интерфейс, в общем. Вот. На него легло проклятие, что он жулик и вор. Вот. И ещё проститутка на трассе подрабатывает. Вот. И с тех пор Apple Pro, это не может развиваться нормально. Короче, как бы он рекламу не закидывал, как бы он монополистом не был в Америке, в этой, где все тупые. И какой бы ему хороший народ не подошёл, да, который готов любые деньги башлять. Нет, всё равно, это самое, провал за провалом. Вот. Вот. Не знаю, почему это самое, мне эта хрень лезет за ними, да, короче. К Сайоме за ними лезет. Вот. Это меня, конечно, расстраивает. Вот. И рекламу понапихали. Ну и реклама тут была всегда. Кстати, вот. По значке, по недостаткам мы поговорили. Значки чьи жопу сделаны, короче. Надо школьников удивлять, а мне, короче, они только расстраивают нормального пользователя адекватного. Ни которому 5 лет или 10. Вот. И меня расстраивает это всё. Мне такие значки не нравятся. Вот гугловский, видите, материал дизайновский. Вот. Они ещё ничего, они в виденном стиле сделаны. Кочек треугольник какие-то, да, вот. А те, которые нельзя заменить, они в классическом стиле, собственно, чтобы быть на себя похожими. Вот. То есть гугловские, они в одних цветах, в одних примерно размерах одинаково примерно выглядят. Значки, вот. А вот ми-значки, это просто набор какого-то мусора, собственно, вообще, бардака. Вот, набор лютого бардака совершенно ни о чём, да. Поэтому я в расстройстве, надеюсь, всё поправят потом. Потому что таким дерьмом пользоваться нельзя, конечно, это раздражает. Достоинство единственное, всё стало побыстрее, да. Вот. Несмотря на то, что Android остался 8.1, потому что новый нафиг не нужен, да. Если всё работает, нечего менять. Хорошо, они не полезны никуда, а то всё глючило здесь ещё, ещё. Вот. Кое-чё они улучшили, кое-что побыстрее. Вот интерфейс, несмотря на вот эти все значки, он стал попроще. Вот отсюда все прозрачности убрались нафиг. Потому что в том интерфейсе были здесь прозрачности для обоев, их убрали. Поэтому интерфейс работает побыстрее, кажется, что это быстрее. Вот. Единственный плюс. А пока вот этой ми-прошивкой, десятой, как она называется? Сейчас я... Настроечки мои драгоценные, давайте. Вот, настроечки. Как она называется? Милуи Глобал. Пока я не доволен. Девятая, девятая, господа, была лучше намного. Прошивочка. А вот эта вот... Не годится, как по-моему, да? Девятая прошивочка по сравнению с десятой. Милуи, короче, девятая была намного лучше. Вот. Хотя вот тут вот всё сделано в едином стиле. Тут как раз был бардак. Вот здесь вот, видите, сбоку вот эта хрень. Вот эти значки. Вот эти все значки. Смотрите, видите, да? Вот эти все значки сбоку, около названий. Они были в разнобойку. Вот. Их поправили. А испортили заодно... Замены них испортили те. А раньше было наоборот. Тут они были в разнобойку, а там были они в тем. Вот что у них не так? Что с этими людьми? Господа, собственно, не так. Вот. Ну, это вам вопрос... Вам отвечать на этот вопрос. А мне просто такая ситуация пока ещё не нравится. Вот. Мне такая ситуация не нравится. Вот. Про вегабонды я лайкаю. Ответ. Ладно. И на том, господа, всё. Вот. Тушите свет, да? Вот. Не доверяйте, короче, никаким производителям ни телефонов, ничего. Они в любой момент вам всё испортят или что ещё делают. Вот. Возможно, было бы даже лучше, я думаю, купить Samsung какой-нибудь, на самом деле. Там значки, короче, как будто бы они из Windows 95 взяты. В этом Samsung. Как будто они из 90-х годов. И они всегда такими остаются, собственно. Вот. Представляете? Да. Хоть там темы ставь, хоть не ставь. В Samsung всегда, короче, значки как из каменного века, из 90-х годов. Вот. Мне бы там было сейчас привычнее. А сейчас мне как-то не очень хорошо. Вот этого всего. Я и тогда не разобрался с девятой до конца, а сейчас вообще. Сейчас вообще мне её раздражает, прям это всё бесит. Но, возможно, я привыкну. В общем-то. Хотя бы пользоваться этим всем смогу. Так. Но в остальном камера фокусируется лучше, запускается быстрее. Но также глючит всё равно. Кручу автофоксировку. Они не починили, да? Зато подписали в камере, что все режимы это 30 FPS. А других и нету. Чё подписывать, тогда. Собственно, всё. Тушите свет.